Ах ты жадина какой! Приветствую всех, друзья! Меня зовут Женя и вы на канале Недообзор. Как вы уже, наверное, все знаете, на сайте Алиэкспресс 11 ноября грядет, типа, очень крутая распродажа. Боже мой, сколько там всего! Китайцы очень хитроумные! И скидки, которые грядут 11 числа, они не настоящие. Нам обещают скидки до 75%, но я не нашел ни одного товара с такой скидкой. Да, действительно, на Алиэкспресс в этот день некоторые товары можно купить с неплохой скидкой. Но если смотреть в целом, то все это развод. И давайте я вам покажу, почему. Друзья, у меня в каждом видеоролике конкурс. И что мы будем разыгрывать сегодня, вы выбираете сами, нажав на буковку И в правом верхнем углу. Условия без репостов в конце видео и в описании. Ну вот, друзья, давайте переместимся на сайт Алиэкспресс и посмотрим, действительно ли здесь такие бешеные скидки в 75%. В этом мне поможет расширение от сайта chainprice.com. Расширение для хрома. Очень просто установить. Также есть много других расширений. Firefox, Opera. Те, у кого другие браузеры, я думаю, вы не потеряйтесь. Я вот себе установил и хочу, например, что-то выбрать. Электронику. Давайте выберем электронику. Выберем что-нибудь по заказам. Больше всего, чего заказывали. Ну вот, смотрите, селфи-палку. Теперь эта селфи-палка стоит 4,99. Давайте посмотрим, откроем, действительно ли здесь будет скидка. И на распродаже она будет стоить 3,54 доллара. Вот расширение chainprice.com мне помогает отследить, какова ее настоящая цена. Ее настоящая цена, как вы видите, 3,94 доллара. Да, скидка будет, но она далеко не такая большая. Это всего лишь там сколько? 40 центов. Ну давайте я открою свои заказы и мы посмотрим, какие из товаров подорожали, либо подешевели, либо их можно купить с мега скидкой. Давайте посмотрим на эти наушники. Игровые наушники, которые я недавно, о, выслал победителю. Смотрите, распродажа 9,80. Я купил эти наушники по цене 10,92 доллара и выслал их победителю. А теперь они стоят 28 баксов. Ну да уж, не хило. И вот посмотрите, как сильно задрал цену продавец. Но раньше цена тоже была 28 долларов. Неужели кто-то покупает эти наушники за 28 баксов, если их можно купить за 11? И в день распродажи эти наушники будут стоить 9,80 долларов. Ну, кстати, скидка, скидка в 2 доллара, ну, неплохо. Но, конечно же, не такая бешеная скидка, как бы нам хотелось. То есть, как нам показывает продавец. Давайте посмотрим на эти светящиеся наушники. Я высылал их тоже победителю. Посмотрим, сколько они теперь стоят. Я заплатил 3,05 доллара, а теперь они стоят 4,29 доллара. И в день распродажи будут продаться по 3 баксов. Ну, скидка в 5 центов, это, конечно, не очень большая скидка. Давайте отследим цену. Ну, вот здесь видно, что наушники стоят 3,05 доллара. Кстати, как вы видите, здесь две цены 3,05 и 3 доллара. Цена в 3 баксов, это цена, если вы покупаете через приложение на мобильном телефоне. Вот, тинпрайс может и это вам показать. Ну и вот, мы видим, что продавец в начале месяца задрал цену до 4,29. Потом опомнился, говорит, эй, нет, все-таки верну цену в 3,05. И снова, вчера, то есть сегодня, снова задрал цену до 4,29. И говорит, что в распродаже он будет продавать по 3 доллара. Ну, собственно, как вы видите, скидки почти никакой нет, всего лишь 5 центов. Давайте глянем на что-нибудь другое. Ну, вот, например, держатель. Держатель для мобильного телефона. Да, я его купил за 9,89 долларов, а теперь он продается по 14,70 долларов. И в день распродажи он будет стоить 10 баксов 29 центов. Да, без распродажи он стоил 9,89. Обман? Обман. Такой цены еще не было. Вот как сильно она подскочила. И вот интересно смотреть, как жадничает китайца. Он 3-го числа поднял, говорит, 10,88. И 8-го он уже поднял до 14,70 долларов. Ах ты жадина какой. То есть здесь, по сути, никакой скидки нет. Ну, вот глянем на часы скмей, которые я купил за 11 долларов 99 центов. Кстати, я их успешно продал за такую же цену. Ну-го, ребята, посмотрите, сколько стоят теперь эти часы. 23 бакса 51 центов. Давайте посмотрим динамику цен. Пожалуйста, 11,99. Здесь уже 23,51. Тут китайцы опомнился и говорит, нет, я не могу, я не могу так повысить цену. Я честный китаец, нет, все-таки не честный. 23,51. И после распродажи, то есть во время распродажи, будет стоить 11 долларов 76 центов. Но ведь это всего лишь на 24 цента дешевле, чем вот эта цена. Посмотрим на Powerbank, который я выслал победителя на 20 тысяч подписчиков. Он стоил 17 долларов 62 цента. Теперь же он стоит, ребята, 43 бакса. Почти 43 доллара. И в день распродажи он будет стоить 16,76. Да, это дешевле, чем купил я. Я купил за 17,62 и подарил его вам. Одному из вас, ребята. И, кстати, победитель мне написал, был очень благодарен. Вот, Chint Price нам показывает, как прыгает цена. У этого Powerbank она прыгала, кстати, даже не на распродажи. Зачем покупать за 43 бакса, если можно купить за 17? Друзья, вот посмотрите, какой дешевый Xiaomi Mi Band 2 я нашел. На распродажу он будет стоить 21 доллара 14 центов. И вот ChintPrice.com нам показывает, что продавец снизил цену. Офигеть! 23,49. Этот Band стоил 31 доллара 69. Да уже можно брать. Уже можно брать. Я серьезно. И, кстати, с помощью этого расширения можно не только смотреть цену, но также проанализировать продавца. Провести ему анализ. И посмотреть, в какой процент покупателей был доволен. 99,1% покупателей были довольны этим продавцом. Поэтому я уже советую покупать этот Mi Band. Он даже сейчас дешевый 23 бакса. Это круто. Также в этом расширении можно посмотреть вот обзоры. Здесь бывают обзоры в YouTube и на ItaO. Перейдя на сайт ChintPrice.com, мы здесь можем установить вот расширение для любого из браузеров. Ну и здесь, в принципе, все то же самое, что есть в расширении. Также ChintPrice.com меняет свое имя на Aliprice.com. Но от этого их расширение не ухудшится. Вот такой, ребят, видеоролик сегодня. Я надеюсь, что я помог вам. Помог вам не покупать по завышенным ценам. Ссылку на расширение ChintPrice я оставлю в описании под видео. Ну и покупайте с умом. Всегда считайте деньги. И не ведитесь на хитро выеденные разводы. Участвуйте в конкурсе, жмите на боковку и в правом верхнем углу. А условия такие. Лайк, подписка и любой комментарий под видео, кроме мата и неуважения к другим. Ну а с вами был Женя. Как всегда, всем удачи, всем пока.